вот кошкам он придумал этот кашу володя ему рассказал помаленько молочка добавь размешать это кошкам две баночки потому что у тебя баночки то молоко но хороший на следующий раз поставь такое чтобы не замерзала и и сметану которая не замерзала сразу к столу а эти баночки я заберу так сейчас печку так затоплять надо вам давайте как он вас учил колодец я все перемог ничего не меняя так первым делом вы его прочистили она все прогирает до конца нет я не про это спрашиваю до конца решетка должна быть очищена чтобы воздух проходил так-то до конца подожди сейчас вот я гляну подожди загляну из лопа . говоришь до конца она полностью вся закрыта смотри еще иди посмотри там некуда проходить даже в минуту вот этого бери-ка скинет зачем она стоит такая кастрюля огромная на бумажку поставить здесь надо что-то на пол где-то вот туда на пол меня не ставь уже саженая я почему должен вас учить этому там же специально для такой кастрюли а специально для такой кастрюли чтобы стол не по то есть без всего ставить и так это уже загадили поэтому я пропала ну ладно списали дальше вот отсюда открой что видно было так сейчас кровать еще возьми нож руками руки-то подсовываешь глянь посмотри что я помою потом вас и лопаю всем сажа я потом помню вот какие гнилые теперь грязные берешься за это это будет грязная кочерга вымой руки теперь кочергу брать нельзя после вас все грязное также нельзя это не думать ничего лишь бы только взять и тут поставил грязное там грязное все грязное а тоже сажа она трудно отмывается так возьмите нож хороший нож сюда смотрите давайте я вам покажу держите ножом убрать ну так открывай как положено ты начинаешь по одной таска зачем по одной то надо все до одной сначала положено нормально теперь подцепила под самый под третью и выдвигаю на сторону то а теперь посмотри решетка где вся замуж за кожу то может так затоплять лучше значит городской житель это не годится городской ты теперь значит что смотри сначала открыть на летнюю вот больше ничего не надо только на летнюю полностью полностью теперь разбирай там посмотрел посмотрел так это кастрюля для чего стоит это с теплой водой чтобы можно было руки помыть посуду помыть жирные такие вот отмывает хорошо так то вам вот это вот надо сдвинуть вас туда вот а вот сюда это уж я выщить вас буду кружки эти подцепить вместе а подожди ну спадни захватить счет поднос куда таше вон туда туда конечно чтобы она не мешала вот так дальше а ты закрыл все так и тут открыто теперь это закрой кое-что у тебя будет падать туда чтобы другая просто это скастрируется что значит сковородка я ее поставил теплой водой залил так отодрул от отру все было чинитарами было сразу сделать и убрать зачем она хвастится здесь так убрать ее на тубова нато вон рукавички возьми вон верху висят снимай пельта должна быть свободно печь освободить от золы поставь ее где-нибудь там так так опять по полу и лозишь вас к понятия никакого нету бумажку сажись разжег а это мы с ногами разносим по всем комнатам я городской тем более вы должны знать что грязь она сама по себе не бывает откуда-то я вижу вы нагибаетесь у вас все время тело там видно почему майка короткая там это все время у виталия было но все время там как наклонитесь голое тело у меня никогда не будет почему потому что за этим слежу я пришлю там до до самого говорится до колен рубашка там должно быть дальше теперь надо защищать золу он показал как защищать нет держите вал но я буду защищать сам тут меня учить уже не надо смотреть веник веник вот он вот смотрите сейчас буду делать я терпеть не могу что-то не убрано для меня это боль я это выгон на эту вот это жестянка чтобы не загорелась теперь открывает вещь а клюка где вот она вот все засыпано а каждого топили-то у да кто у полный слой вам не сказал что надо прощищать нет а откуда ки-то будет попадать на поэтому вы дымом тут буквально все у вас завалено было вон она какая виде а ничего нет у меня там чистый виде какая глубина вам видно нет да да пепел ну куда-то годится взрослый мужчина и не знает что делать теперь что надо делать ничего вот это и вот вычерпывать а куда именно в этой и здесь через край это значит вы где-то счета сожгли какую-то в этот вот я надо будет взять здесь надо все вычерстить безобразие какое я обратил внимание что тут последнее время тут внимание чада стало хуже еще не горит тут она а это сжигал то видишь сколько тут железяк куда-то выступать он не сказал выступать пока нет пока нет если кто-то не сделает я должен делать это вот она полная вот это повара понимаете это все ушки на работу теперь надо знать куда вываливать тут железяки куда-нибудь где-то найти надо кучку возле малины и перебрать там вывалить а металл оттуда у брала а металл убрать оттуда если он есть за них когда убирать король нам и не убирать давайте я снять эти я сам отнесу раз уж вы не сделали теперь не слышу ко мне затопщу ногами я буду спотыкаться падать на вас давай рукавище вот смотри и тут вот это вы видели что вы конечно надевали это где ножницы вот но тем более смотри вот она путается счет от стрик все дальше еще это от стрик одна а приходу ли пускать потому что в это рукавички тоже может что-то быть так куда же мне высыпать вот это вопрос есть ведро советую но она маленькая лежит вот это зачем она здесь так пускай скорее куда-куда-куда открываю так посетите туда подальше подай-ка со мной пройди туда вот сюда вот высыпем и в одно место высыпать если горячая она никуда не трава мокрая все сырое так вперед посох сейчас вторую нагребил я ни разу не подошел думаю володя все рассказал и всего там можно не закрывать подожди не надо сюда отойди отойди так заходи бы закрывай отец и гнать я должен был сам догадар должен был сам догадаться для того чтобы догадаться надо научиться видеть это рукавички пока не нужны продолжаем дальше ну-ка сюда посвятить еще там там все нормально завалено вот оно что я тут давал пёрышки где они нету пёрышки голубины до голубина видел я крылышко видел видел давай сюда смотри что тут еще не должно быть все должно быть открыто у тебя полная гляди хозяин то есть намертво все завалено у меня все хорошо высущено вот она короткая маловато когда топишь печку углем остается жужжалка которую мы убираем вот от дров я знаю только пепел остается но столько много я не ожидал но теперь ожидай я посещал пришел в прошлом году одиннадцать виллер только у никиты сажи вытащили внешний хозяин печка не топится а что она будет топиться то может топиться потому что давали на всех теперь отсюда надо все выбрать вот у у нас вторая почти набрала кучу то точно умею или нет так я а зачем ты принес только не знаю сколько надо было взял все в руку что вместилось напоминает этот сыгана который змея горыныча пугал послал за мясом он стоит быкам хвост и связывает но одно одно но ты берешь гусиное сохрани их у нас нет гусей а голуби есть но одну одно перышко остальные положить на место и отнесла тихо теперь я замер заметаю видишь как удобно заметать до своей кучи вот этого я не ожидал что вы принесете целую кучу даже даже вообще вообразить нему когда полную кучу мне подает да то что такое это что-то насмешка прислали послали бы вас это что-то хлеба нет докупил бы сразу водоводку в полную хлеба хлеба там допустим полторы тонны заводили человек а теперь видишь что здесь получается это железки эти потом убрать надо будет это камни тут тоже тоже оттуда накопилось ой-ой-ой надо следить все таки за этим делом вот где частота нужно от нее что-то зависит вот это на стол или где гвозди положите теперь вот смотрите этому все еще подготовку видео пальцы запачка я очень не люблю работаю я печеньком и бывает инструмент где-то глину попадает сразу начинаю промывать его это горючее ваш труд игноте тиканович это брак в моей работе делаем не умышленно вот как только сказал то моей работе все упреки кончились учение кончилось начинал работать и сознал без дневной подпорки кажется первый раз у вас получилось это а а так на все отговорки как у полку у худой бобенки что-то типа отговорки отговорки виноваты не виноваты это не годится одно только где-то в клетке мужчина и так понимал что кислород без кислорода нет горения поэтому у пожарников что сейчас пожарные машины которые гонят пену страшно она отдела покрывает и все гаснет доступа воздуха нету это вы могли знать теперь я уже до сюда вымел а теперь другое отдельно там уже буду отдельно выметать все теперь я беру это пёрышко свое а тут они пёрышки сгодятся но не кучу пёрышки вот что она здесь у него есть поднималась вроде бы еще вот это сделано это видимо где-то приковано ладно маленько приоткрыть нашу воздух попадал все мы выехали зачем берушка второе может думаю потребуется с моей стороны помощь пожевать как кошка кошка хоть как конец туда незачем по глупости посунули его не надо одно вот это вот у пёрышко ну тебя хватит на месяц пока не затрется попутно дальше это еще такое это какие-то непонятные так что это такое это вот теперь надо заново все смести позовет сколько это потом и здесь тоже видишь сколько мы на колупали добра я не могу даже определить откуда и чего ладно сначала здесь маленько подгорнем я помню в одном из видеороликов вы рассказывали никите как наводить порядок вот казалось бы посмотрел этот видеоролик а вы выдал ты для себя толком и не сделал а вот это надо делать я дома подлетаю два три раза в день каждый день хотя то бегает там захватят примерно маленьком убрали сейчас будем растоплять не доверить все доверие полностью потерянно относительно печки печку завалить и вообще теперь что ставить надо два полежка я сам возьму ладно пусть она не стоит потом уберем я кладу сразу опи вот эти вот один из мешка бумагу кладу из биби и потом из мешка накладу сверху вот он но большой нож самый большой надо здесь сам большой в столе не видел вот я рад что всю жизнь борис самим собой на вот эта ликвидация там играет папироса в зубах ему ничего нету говорит умер уже сгорел я не знаю насколько достоверно вот он покажи его подальше поди все сейчас я делаю колодец большой нож я вот он и сюда положил давай-ка сюда лучи нащипать называется для растопки это мне придется как правило заранее нащипанная топителька подложил у меня за правильно печка сейчас что нужно делать это непонятно чего зачем я в печку сумму не лучше теперь я поперёк этих которые лежат там на поперёк так здесь тоже а теперь там на них лучи уже дровишки это тоже научили взять была за это толстые топором колоть я пойду принесу так ничего не загорится просто пыхнет и все посмотрите сколько здесь под ногами не хочет потихоньку топорик надо найти где он топорик только есть то большой большой маленький топорик самый маленький все вот теперь видно больше я буду делать вот а это поверхность большое раз а а а а почему она а теперь уже и падение пошли а то надо сохранить а теперь можно через верх будет даже там спички где у нас правой стороны наверху господи иисусе христе сыне божий грешного вы скази благослови благослови бог благословить а теперь чтобы ничего не прошло так теперь остатки нож положить чтобы лежал перышко тоже может быть здесь это что что к нему относится на дальше уже подвести за собой давайте картошки что надо все сюда выводить картошка с картошки уберем когда пойдете туда положите опять все давайте ставьте что у вас мелкая картошка есть есть минка картошка в коридоре давай давай делай носи картошку чистить я загудела теперь мы будем регулировать так мелкую картошку я с вечера заготовил а белку картошка с вечера набрал месяц очищена гельче а ты чё на но это такая которую нужно в первую очередь в пищу чтобы она не изгнила потому что она повреждена так она уже уже она уже сгнила подожди сейчас что хотите с ней делать сейчас ее чистить надо будет чистить такую картошку чистить не чистить а помыть ее но очистить от грязи ну так давай чистить от грязи только чтобы вам не забрызгать вот свой аппарат то маленько отвергать и где-то вот туда его спрячь и чашками не выдерни на землю так покажите как вы моете а чего у вас дверь не закрыта у вас все тепло туда уходит все это сразу на крючок так вы суп то готовите сегодня у нас есть еще а суп у нас еще не съедены вчера мы готовили покажите его почему его было не принести сразу вот все ставки только на бумажку повторяю только на бумажку ставки и где грязь сжигать и все так это вот это все на завтрак потом надо дальше да не потом а сразу надо варить когда потом сейчас закрываешь от свет там остался опять ну поверни только голову это уже видно что свет не выключен так теперь подожди минутку это разогревать ставь разогревать и одновременно готов одновременно то значит надо что картошку чистить вон он нож стоит не надо так прямо на огонь держи держи понимаешь зачем ты взял эту пух знакомя на тебе нужно я обычно качка черёжку убирал чего убирать а черпой убирал кочергой кочергой дано неудобно мы не опрокидывали если упадет туда тебе доставать трудно будет эту бойся уронить туда нет какие-то я вот так делал не надо не надо делать а потом и душа потом не нашел ссылался что было так и и некуда некуда упадет у тебя туда все вот она говори насколько она быстрее будет у тебя нагреваться прямо напрямую так сразу готовить ставлю на место эту готовь и сразу картошку большую чистить и на суп не приду на вода а то что у вас это витро для надежды василища витра хватило хватило но на вечер а на вечер хватило не понял хватило воды и принес но я же видел это подключал на воды тратит но раз в десять больше чем мы вдвоем чтобы не пришел к ней начинает двумя ведрами в избу таскать какая-то тряпка 1 она разводит такую стирку дома когда воды нету живем отдельно с колонки заскать мороза нельзя ну хватит хватит вот через край пойдет зачем столько много то я не понял зачем вам воды столько много выдр это зачем так много это опасно ставлю сюда ну смотри у вас вода никуда не должна идти кроме как на год изготовить пищу ставлю кружку на место так вот это правильно только сначала было воду тряхнуть у нас вода вылилась туда она она там будет вот же вода стоит ну видно зачем вы налили про три бумагой любой тарелка вставить и ты смотри чего тебя делается вот этот и беду выстроил еще час она течет у тебя она дырявая оказывается дырявы ну да как а за так более скорее за закроет еще на голову то тут ой-ой-ой так вот так вот ударь ногой раздави выбрать все больше она никогда не будет мешать ну мы решительно делайте это а то печку сжечь вот такой беды столько налетия чего я больше всего боялся она так и чечет решительность первое впервые за все время этого дома существует столько воды налили из-за чего пользовались дурной посудой вы нее не посмотрели то есть вины ваши тут немного вы взяли картошку нормально плеснули отвернулись и пошли и вся вода на машкова вылилась выжимать а что это за тряпка такая тряпка как платочек какая-то насмешка тряпка должна быть такая чтобы в нее питала все посмотри что это за тряпка покажи сначала что за тряпка раза разверни ее до сейчас на столько не толкай погонь это половая тряпка нашли такое который подкладывал под холодильник когда размораживал ночи она что она из нее но обыкновенно тряпка половая но то мешок или что нет это просто ткань ткань разорви пополам как раз пополам две тряпки будет поскорее рвание и все все одну брось сторонку а другой затирает кончилось но сюда обратно и кинги она была протирать скорее чтобы она вода не ушла снаружи это ничего главное чтоб туда не ушла но она ушла между досками теперь убери эту газету мокрую фасад под ее сухую такая вот смотри какая у тебя ну на 15 сантиметров газ голая спина вы это не знали я сзади не вижу ну давай я сзади не вижу но догадываюсь мы не догадываюсь и даже значит избавиться от этого сегодня же надежда васильна спроси у вас что майка там есть что-то пришить что было длинная чуть наклонился все голая вот сейчас вот вот как наклонились то вы на 5 градусов уже голая спина вот она опять голая вот она голышом это тоже не знаю это у меня мешает ремень я не понял еще у вас там еще нету кормят и майки нету а почему я без майки даже не надену никогда зачем же это майка это главное впитывает под да но она потом плохо высыхает у вас майки нету да у меня есть она а почему не надели когда я физически работаю на иди надевание не надо мне эту пустоту гнилые подпорки опять без майки никогда не ходи не спать не вставать так надевай майку вот какие-то слова когда все голая зачем это нужно в моем доме еще попало делают володин дом то но мы тут хозяева переодеться и никогда запомнить себя наказ напиши без майки никогда не будь в бане там постирал я сам стираю майку трусы надень и майка должна быть настолько длинная чтобы она тебя закрывала попу поэтому тебя наклонишься у тебя все как надо а у вас все есть оказывается вы просто привыкли и так надо ногу без ботинки без носков но это не годится у вас такие фурункулы будут и заправить до конца вот что посмотрит и скажет ой жестокий дед маразм там еще дебил пердон там сегодня только не на говорят давай надевай это мне мое благословение тебе никогда не снимать майку никогда не ночью нигде ложись со спать никогда не будь голый тело не должно быть голая усвоим так все по-быстрому у нас очень заметно ведь все еще картошку не помыли хоть вот ремни там тяните все простой веревочка подпоешься за весь g4 узла 4 попробуй нет за 4 попытайся 4 завязать и затяни все и на левую сторону поверни тут рука часто движется на ту сторону о все продолжай дальше там не надо тебе ведро а то опрокинешься его все на своем месте стоит пиши потихоньку теперь узнаю что надо проверь сначала она чашка это это проверенное вот подожди ты много то зачем столько почерпнул я домой то намного меньше надо все не выливаю и ставлю сюда так подожди ну ладно ставь так это не пойдет так надо каждую отдельно и в отдельную посуду сразу перекладывать вот эту вытри сначала закончить с ней здесь не надо картошка куда угодно она надо это над поганым ведром возьми бумажки и я и про три вот здесь бумажка я буду показывать вам вы не знаете вон руку просунь только я нарезал бумаги все вы все равно делаете так как вам надо не имея никакой четкости вы на каждом шагу провалы делаете один из них и самый опасный вот то что налил воду я сказал перед этим смотри газету это убери все держи чтобы за вода не текла я же сказал теперь туда слей воду где она и должна быть газету отсюда где-то повешен чтобы она высохла положили мошкова она подсохнет все теперь бумажками вот это стирай со стола все бумага должна быть там полно бумаг бумаг полно я их нарезал целый чистый то зачем же сюда когда и руки можно вытереть чистый то бумаги нету а газету нас море то есть нету 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 на держи держи папка вот сколько ну не на чем время теряешь бросился пусть лежит здесь ясно так сейчас зачем смел обе объясни убери руку зачем ты смел когда надо чтобы она впитывала вовсю а у тебя впитывает только на пол сантиметра опять следующий переворачивай от 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 отводи в сторону там она высохнет следующие вытирать то переворачивай она же мокрая еще и готова следующую и она сейчас высушится держи а мне поручить не надо разговаривать ничего не надо пустое не люблю это зачем это нужно я уже это наслушался от вас все что говорите все бестолковое это надо утери сделать сухо но не сделано так слова не надо она подплыла туда кастрюли сдвиньте дальше найдите где конец сырости оформить и когда она здесь все у нас как есть это сдвинуть можно вот так и вот это вот сюда положить вот смотри вот понятно так теперь здесь понятно вот так заверни и пусть так лежит она так сохнуть будет одна другой теперь бери затирай поставь тарелочку сначала вы мои и вымой все чисто поставь кружку и дальше продолжаем этот с утра кто-то по телефону звонит да только делу ну бери свой телефон иди а то может действительно с города иди быстрее ешь нет ой ой какая мука да кто звонил сейчас узнаем телефон не выявился а христос посреди нас доброе утро и нато на связи да хорошо надежда василина так потом поговорить и закончил разговор некогда все нашла себя от души ну понял то нет связи ну парк положить скорее на держи я ничего не могу с вами командовать держи на снимать звонила надежда василина это мне это пустое даже спрашивать еще теперь у нас уже не разогревается закипела мы опять готовишь на чего отошли смотрите я могу вытаскивать положу сюда это суда но там надо закрыть закрыл и песка ставлю сюда а там прогорает мы запустили а зачем запустили там мыши она даже ловить мыши толстая такая не надо сюда и дальше там прогревает осмотри что мы делаем вот так вернула опять сюда смотрите ой-ой-ой налили сколько теперь мы не закончили здесь маленькая покрышка чего это зачем она здесь это для того чтобы ложить ложку не на стол пускай там где-то сторонку маленькой пока мы не уберем воду мы ничего не будем делать у вас как-то все такое в руках как мертвое я захватил всей площадью я бы сразу ее вот взял только в руки это чисто по бабе свернул и начал чем ты шоркаешься ногтем а я никогда в своей жизни газеты буду не вытирал только тряпкой только тряпкой тряпку что я постирать надо дальше только через пять минут именно вытирать уже этой грязь которая на тряпке ты грязь растираешь как не постой говорит тряпку потом полощу в воде я сидел в тюрьме в это время послушал речь михаила сергеевича горбачева в иркутске был так мы говорит принес метных сокровища ну маленько так то можно догадаться то там выключить надо этот свет подождите вы свет не знаете как выключать посмотрите вот это да вот теперь вот здесь нажать все свет тогда на батарейку то ждет мы тратим пресной воды в 70 раз больше нормы опять что-то заделась 70 раз вернуть это вот так должно быть она ну бывает там не срабатывает это вот она бумага положили мы очень удобно брать совершенно сухое все стирать тряпку которую стирали не надо растирать грязью ты тряпку все время нужно стирать иначе грязь которая на ней ты вытерять уже не можешь ей ты растираешь грязь тут даже думать вообще не очень теперь мне нужно вот эту картошку помыть как вопрос стоит как тут нет посуды такой другой я поэтому кладу вот эту вот бумагу сейчас на нее заметка и как я буду делать я вот беру вот две штуки я начинаю искать внимательно пока зарядом снимаешь плохо вот оно где это что сильно грязно я посмотрю в чем дело вот оно тогда надо отмоется то что ты ешь у людей что надо ничего не дает каждая картошка больше двух в руки не бери они маленькие все я бы больше воды налил бы а я бы больше воды налил бы больше ну да больше воды 70 раз больше ну два раза я про это и говорю мне два ведра хватает на неделю два ведра а здесь пол литра воды вот это достаточно вполне вы даже здесь при мне и то пытаясь вернуться на свою сторону а сторона ваша такая транжиры будет время вы будете каплю искать так научитесь сегодня маленькой вот оно почему потому что эту картошку мы будем варить какая она есть как говорят в модели в подряснике видишь как она дальше это не все теперь я должен это промыть не понятно что тут нам это руки моем тут даже оба чисто там не руки только там как ложки чашки мыли что-то там такое я сколько раз говорил для рук она даже оба чисто вот этой мути там не от рук не может быть это от мыла как тут мыло тоже толкали не мыло руки моешь мылом и только туда идти вот такому никто я даже не знал это тогда долой все пропало здесь без мыла только чуть-чуть где-то запачкана я ясно выразился да больше не надо ничего вот теперь опять наливаем попробуйте вот вот налита налита вода здесь уже вот она давай посмотрим здесь вода должна быть всегда руки ополоснуть вот круглая вы дальше вы взяли кружку и поставили вот туда вот а здесь пыль зачем вы могли ее вот чашка опрокинуть ее вот так вот поставить а вы никакие бац у нас я говорю бачок стоит люди пьют дети один попил и кружку сразу поставил мне на тарелочку а на пол на землю земля пыль просто на землю на голую дальше пить никому нельзя все стоят рот развернули что дальше делать а вот в это время вас и не учили так в какой кастрюле это у нас варить вот в этой новой кастрюле здесь вот она стоит так подожди вот это еще в кастрюле это наш да ничего нет 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 это у нас вчерашний был это уже отвар отвар нет это отвар из рыбы из рыбы да все пропало все нет она в холодильнике стояла на холоде я занес сейчас ее так это еще это кастрюле с кашей поэтому доедать надо вымывать доедать умывать у вас ничего нету я сейчас сковородку принесу у вас как грязно стоит это чистое чистое ну поскажи покажи покажи что чистое где сполоснуть надо туда вода налилась грязь вот она грязь там это чистое что ловить вас долго сполоснуть надо сполоснуть надо водичкой вот открытие сделал полоснуть там ну ясно дело что она она мытая была а почему она такая грязная стоит вопрос от меня долго придумывал не могу понять почему грязная понимаете вот я говорю вы что-то недоедаете нет нет от пищи она была отмытая но откуда эта грязь ну кто-то приходил ночью тогда вы не заперты были так теперь смотри что дальше складываю а то я помыл вон туда теперь она пойдет в печку все тряпок грязных нету ни одной так нож вот это вот надо убрать это нож для для дров лучи не верну что его нету я уберу вот это зеленая она вредная его даже варить ее вредно она вредная в любом случае мундирах и не варится тоже это матушка говорила она агроном я не спорю проверять не могу я доверяюсь людям которые имеют опыт которого у меня нету я все вспоминаю как роберт фишер игрался с василием смысловым ну и вот тут у них время отпускается каждому пять часов сорок минут допустим может на парке потратить а в какое время это твое дело и и это фишер видит он задумался он вышел в другую комнату пока как пока он часы не нажал тот думал думал около часа такой интересный редкий ход сделал то а роберт подошел сразу а у него потом аспорта почему вы никак не среагировали что я тут долго то думал это зачем думать я вам доверяю вы хороший шахматист вы все обдумали меня ловушку там какую-то сделала мне нехода я обдумать он толкнул и все пошел так теперь мне нужно воды залить в ядре и чистая вода и там чистая а верно тут совершенно ни к чему я не пойму зачем когда фляга рядом а удобнее не надо ходить разворачиваться ходить а то лишь я там заставлено все не надо это так время секунд экономишь а экономишь секунду ну какое время то вот оно время то мне надо пощерпнуть смотри я пощерпнул все потом сокрыть ее все убрать ее не было ну расстояние вытянуто руки и мы отдельно делаем не надо так теперь сюда не надо вы оправдываете а раз оправдываете значит не надо это я уже убедился точно вылить обратно и добро убрать все когда пойдете туда вынесите так теперь у нас это все закрыто я не знаю отсюда 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 пока еще не надо сейчас зачем убирайся сейчас мы не будем отнесу тогда на стол на кухню поставьте здесь на сверху прямо на огонь ставлю огонь а или его через это сравнивать не надо я не знаю какой процент то думаю что процентов на 70 примерно здесь быстрее огонь только днище дальше суп суп недоеденный вчера был это плохо и там оставлю совсем ничего другой растопить мы не будем что делать куда-то надо вы вы сковородку 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 разогреть и поставить на стол и позавтракать сковородка я никогда не пользуюсь сковородкой это только когда картошку тушить а это для разогрева каши не надо не люблю а греть там ну в ней прямо сейчас разогреть и по чашкам разлить и сразу поедим можно и так тогда эту кастрюлю брать надо чего кипит а зачем она а для чего она потом она быстрая пища готовится залил кипятком и быстрее приготавливает не заливать еще нету она уже кипит о все все мы сдвинули с места а там у нас нагрето суп сейчас греем и садимся обедать две кастрюли сразу освобождаются три кастрюли три кастрюли свободны и дальше мы от этого отошли помидоры унесли там уже даже не мыть все одессе это не суп это у нас отвар из-под рыбы я знаю а суп вот он я его и беру здесь у нас на Sakota это но и тоже нет не то и тоже это с картошкой с речками это с картошкой с речкой это картошка это горючка это суп с картошкой и гречкой картошкой на гречь до так это суп даг First и с牛 стschaft И там, смотри, горит. А зачем там горит? Для того, чтобы увидеть было эту. Чтобы эту надпись увидеть было. Включили опять. Там на ночь, здесь на день. Мы хуже растяпаем баба. Так оно и есть. Так, это что означает? Это означает, что его сюда поставить надо. Видишь, сколько? Прямо на пути. А зачем вы его потащили сюда? Не делайте никогда. Не перестанавливайте. Чем больше вы перестанавливаете вещи, тем больше запутаетесь. Так. Это я потом возьму. Что у нас не хватает еще? Так, это на стол надо? Нет, это для... Так, вот это что означает? Это я достал из холодильника, когда его освобождал от лишних предметов. Срамки. Даже слушать не о чем. Вот они лежат, бумажки сырые. Я ее сразу протер. Все закисло. Я ее там... Какое ее там, когда там ничего нету? Какие-то ожовки лежат. Сразу вымыть, посуда, чтобы была чистая. И пользуется одной чашкой. Отец Игнатий, в холодильнике есть тесто, которое было приготовлено для рыб. Все, отдать кошкам или собакам? Таким... Собакам больше не будет. В втором виде отдать его или... Я оставляю здесь, а за этим-то я уже дальше не смотрю. За состоянием холодильника смотрит другой хозяин. В каком виде отдавать кошкам и собакам это тесто? Все. Вопрос решен. Сейчас что угло? Вы сказали это. Дальше. У-у-у, а это что? Это я не знаю, что. Это тоже для рыб. Как вот это что? Это здесь жир, значит, жиры. Ну, так она упала, теперь эту надо поставить. Что она упала-то? Так, ставим ее. Это я не знаю, куда употребить. Это я вам отнесу собаке, будет она есть или нет. Тесто, его надо спечь. Так, это куда? Может, наоборот, надо будет его? Не надо. Какая разница? Перевернуть его. Переверите его по-другому вот так, да-да. Во, вот так оно должно быть. Так, вы поняли, что? Вот это вот тесто непонятно, что с ним делать. Видите? У-у-у, да сколько его. Так вот, на эту. Это хорошее все. Сделай из него, я собакам нахожу. И вот это вот непонятно, что это вот. А это что такое? То же самое. Долго лежит в холодильнике, и непонятно что. Но это для рыб было приготовлено, когда ловили рыбу. Вот сколько есть, вы распекете на этом. Тесто все отсюда вытащить. Отдельно только друг от друга. Вот это, одностоящее. Это принесла пирожковое тесто Надежда Васильевна. А зачем оно здесь? Чтобы можно было готовить из него. Так, это что? Это рыбу я разморозил. На сегодня приготовил ее. Так, короче, так надо было приготовить. Все на этом. Ее доставать надо будет. Все. Вот это вот, спеките и лепешки. Понятно? Да. Лепешки мне покажутся, разные лепешки. Ясно. Ну такие настоящие, их есть, можно оточистить, тесто. Все. Все, теперь смотрим, что у нас, картошка варится? Отец Инглайд, давайте посмотрим, что это за тесто. Тупо загорелся. Да. Варить больше ничего. Что у нас есть? Крылышко и нож, больше ничего не должно быть. Так, уходим. Отец Инглайд. Можно после брать. Все. За стол. Отключайте. Потом запишем. Возьми на спинах. Свет. Везде свет. На кухне не делают. Даже окна можно будет открыть. А? Окна открыть уже можно. Уже если просто пролидаешь. Понятно. Плохо будет. Окна открыть. Сейчас за стол садимся. Вот это будет. Еще не видать. Совсем еще. Судно. И время 7 часов 10 минут. А? Время 7 часов 10 минут. Ну что ж. Попробуйте. Откройте. Откройте. Смотрите. И как раз проверим. Я не настаиваю. Открываю. Но когда вы увидите, что... У меня сошел сверху умещается. Так что вы делаете? Хорошо. У вас тут есть. Я же говорю. Давай. Я говорю, не надо, вы говорите, надо. Что у нас есть. Вы свои стукарики тупки в этой молитве берите. Да, вполне можно. Так, хорошо. Открыть. Все. Многословен Господь. Господи, освяти дарит твои слова истинные молитвы. Хвала тебе, Отец, сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вот это что означает горит? Означает, что вы не выключили его. Идет, запись идет, продолжает идти. Но вы могли нажать.